Малограмотный! Он получил звание полковника и репутацию Орликина. Тьфу! Окурок! Слава России, что у нас появились такие люди. Шовинист! Подлец и насильник! Жириновский! Ленин! До сих пор ложь льется из всех, так сказать, ртов и мозгов этих людей. Разогнать! Расстрелять! Вы враги русского народа! Враги! Вы мука, которая летит на огонь Ленина! О, слушайте внимательно! Все самолеты, которые бомбят Сирию, это наследники советской культуры. Это и называется государственное преступление. Господин Жириновский, вы кормаш советского периода. Вы, к сожалению, понимаете, советская власть вас как бы отхаркала. Но вас создало КГБ. Вы должны молиться на Советский Союз. Вы нарушаете главную заповедь. Вы топчете благодетеля. Я защищаю Советский Союз даже тогда, когда он... Расстрелять! А вы, Манштейн, который сидит в танках и едет на Советский Союз, уже теперь грех вам и позор. Вот видите, вы сразу сказали всю правду всему человечеству. Где эта власть валялась, когда его красноперые солдаты не могли взять штурмом зимние три дня? И только финский спецназ, посланный Брюсселем тогдашним, помог захватить и арестовать временное правительство. Вы хоть правду скажите сегодня. Вы правы. Причем здесь вы. Вы правы. Вы силой, чужими руками, чужой армией взяли незаконно власть в нашей стране. Это ваши памятники везде уничтожают. Петух, замолчи. Слушай, вот эти красноперые, отвратительные солдаты, которых ненавидят. Красноперые. Вы три дня не могли взять Дзимный дворец. Какие три часа? Ну не за три часа. Если бы господин Гришириновский не было бы красноперых, вы бы при Горске пепла, вы бы при Горске пепла, вы бы при Горске пепла. Если бы Ленина не было, не было бы Второй мировой войны. Это ваш Ленин и Сталин в провокировании Второй мировой войны. Вас подбросил Антанда, вы являетесь подкидышем Антанда. Это страшно, страшно. Ленин, а след за ним Сталин. Не надо зафиксировать сознание. То есть этого франца нам прислала Антанда. Не одна армия. Я с ума сошел уже. В сикушку вызывайте все. Ленин, а потом Сталин. Сладеев был честнее вас, он застрелился. Он понял, что такое Сталинский режим. И автор Молодой гвардии, хотя он не был автором, но тем не менее ему приписали. Автор был Михаил Иванович Котов. Они до сих пор себе приписывают все произведения. Все, что вы создали, это не ваше. Понимаете? Жириновский, вы повесите несколько иудов. Иуды вешаются. Я пришлю веревку. Раскройте обивы. Красивую, наверное, шелковую веревку. И на мыле с душистым мылом. Жириновский, вы кончите жизнь, как Березовский кончил ее жизнь. Вы, господин Жириновский, являетесь просто орлекином. Великая страна смотрит на вас. Сейчас пускай Следственный комитет фиксирует ваши высказки. Фиксирует. Следственный комитет пусть фиксирует ваши. Фиксирует. Да, нехорошо. Подталкиваетесь к уничтожению. Нехорошо. Предлагаете повесить гражданам? Доносите. Вы настоящий ленинец и старинец. Вы повеситесь. Вы повеситесь сразу после этой программы. Веши так. А можно все-таки по сути? По сути так. Сейчас. По сути так. Пусть хоть что-то ответит. Гоэрло. Создали царские инженеры. Что вы врете здесь? Это Ленин взял план Гоэрло. А создали... Буденовку вы создали в форму военную? Нет. Это то же самое. Кожанки это вы создали? Нет. Это для русских летчиков все закупили? Вы понимаете, что у вас ничего не было? И на какое мочение не сделали Ленин? Вы были бандиты и уголовники. Царская франка. Что такое? Вы что, преступников ловили? Нет. Везде убивают. Берем Зимний дворец. Как только вы арестовали незаконно русское последнее правительство, что вы сделали? Вы начали насиловать женщин-военнослужащих. То же самое, что сегодня делают мигранты в Германии. Вы стали пьянствовать. Весь Петроград был пьяный, захватив царские погреба. Гудел город весь. Сегодня женщина с ребенком выбросилась. Это ужасная история. В ноябре Лабутанге женщина бьет пятилетнего мальчика. Это ваша советская власть. Это нам породило остаток такого населения, что они, родив детей, их убивают. Это вы. Протянуть нужно вас всех. Проклятие вам. Горло у них оказывается. Май 45-го оказывается. Спокойнее. Сколько генералов царских было в советской армии? Где ваши генералы? Все царские были генералы. Ваших никого не было. Вы всех расстреляли советских офицеров. 30 тысяч. Опять вам нужен ленин? Дайте ответить. Опять Сталин? Опять революция? Дайте ответить. Чего добились вы? И сейчас разница между богатыми и бедными больше, чем при во время Октябрьской революции. Так чего вы захотели? Народ повернулся. Народ вам задом повернулся и плюет на вас. Пока еще нет. Народ с вами, так сказать. Мы не можем жить... Чудовище. Мы не можем жить в стране... Страшно. До сих пор стреляют. Дайте дадим Александру Андреевичу что-то сказать. До сих пор люди бросаются из окон от вашей советской власти. Понятно. Мобилизационный режим, о котором я все время говорю, и который ты мне тычешь в ножках кости гулага, он единственный выход, который наступит, будет здесь. Госплан будет. Мобилизация людей для победы и для выживания будет. Назовите хоть одного. Кристианина стал инженером и в космос запустил. Назовите одного. Я тебя назвал все. Помолчи. Не надо. Теперь помолчи. Нигде и никогда христиане в космос не запускают. Советский Союз был взлет. Какая была мерзкая советская литература. Какой был отвратительный театр. Какая была поразительная мерзкая музыка. Поэтому... Так все не были в КПСС. Национально освободительные... Все были в КПСС. Да вы в КПСС. Вы и КГБ. И КГБ. И КГБ не был. И Сионистская партия. И КПСС. Не были. Кто вы такой невестный? Ну вы исторический горско-пепло. Вас жёте. Вас жёте. Я жёг петя. Вы же. Вы же. Вы же. Вы же. Первый раунд завершён. Как Порев Ленин говорил, что русские. Бедные жадные. Насколько не делали. Александр Андреевич. Так вы, вам, лужицы и подлецы. Владимир Рубрович. Уголовники. Владимир Рубрович. Орликино. 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 Я сбегаю за Бугачёвой. Синие челки. И вас не будет. Вас не будет. Всё это на тебя. Всё это на твою голову. С вами те, 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 которые всё ты. При советской власти получили какой-то подарочек? Вот они до сих пор за вас голосуют. Мой подарочек это ты. Мне советская власть тебе дала. Да вас. Альсандр Андреевич. Половина ваших людей в ГУЛАГе. Владимир Рубрович. В ГУЛАГ. В ГУЛАГ присаживайтесь. Половина его родственников в ГУЛАГе расстреляли. Присаживайтесь. И он даже своих родственников не уважает. Владимир Рубрович, присаживайтесь. Потому что другой хлеб ему и заплатят. Не успеваем. Эфир прямой. Можно защищать коммунистов. Присаживайтесь. У коммунистов нет решателя. Страшно. Страшно. У него тактика одна. Да. Вывести, перевести на личную. Да. Я его не трогаю. С первых секунд. Да. Только это. Да. Зюганов сказал. Мы про Ленина, про Сталин, но он про меня. Да. Мозгов нет. Мозгов нет. Зюганов сам жаловался, что у них избиратель умирает. Да. Что у них все меньше и меньше поддержки. Вы пять лет назад всего лишь на эхо Москвы, которое вы сегодня ругаете, призывали вступить в НАТО. Вы так же призываете вступить в НАТО, как призывали нас вступить в Антанту. Ответьте мне, пожалуйста, на эти вопросы. Полная ложь и так далее. У нас передача посвящена Ленину и Сталину, а не Порошенко. А зачем вы Ленина вместе с статуей Ленина сегодня хотите свергать? Уголовник. Он же создал Украину. Он же Украину создал. Все восстановление шло через сабли Красной Армии. Так что вы это должны понять, что вся кровь сегодняшняя и Кавказ, и Северный, Южный, и Украина, это из-за неправильной модели, заложенной Лениным. Нигде в мире нет такого государства. Помолчите калашников. Крым вышел, воссоединился. Теперь, теперь, уберите волея, потому что это полный дурак сидит. Спокойно, спокойно, не надо. Ну что он делает? Не надо. Я отвечать должен. Вы уже отвечаете. Все хорошо. Вы должны говорить правду. Они будут молчать. Но этот кидурок, он ничего не говорит. Надо говорить правду, Владимир Русс. Я буду говорить то, что я. Я лишаю слов там. 70 лет советской власти уже нету. И он подлец мне говорит, что я буду говорить правду. Нет, это я буду считать, что правда. Так, прошу. Все я буду считать. Не вы, калашников. Я вас не оскорбляю. Вы все преступники калашников с вашей партии, с вашей идеологией. Прошу вас, господин Дивенко. Все память будут сломать. А я думаю, мы для вас страшны. Передаем за слово. Передаем за слово. Леонид, прекратим. Передаем за слово. Правильно вас ненавидит весь мир. Весь мир вас презирает. Вопрос. Поэтому за нас за слово презирает вас. Это что за государство? Пожалуйста. Я отдаю должное вашей партии. Я вижу, какая изысканность, элегантность сопутствует выступлению ваших лидеров. Я знаю, что практически все ваши депутаты это аристократы, дворяне. Вы преподаете им постоянно лексические уроки. Они наследуют вашу манеру тонкой и благородной изъясняться. Я благодарю вас за вот эту восхитительную манеру. Война до победного конца. Превратим войну империалистическую в гражданскую. Нам нужно поражение русского правительства. Они испугались этой страшной страны, где всех сажают, вешают, все отбирают. Подождите. Весь мир объединился против ИГИЛ, против Красной России. Вот что вы сделали, большевики. Если бы я знал, что мы расцветем, расцветем, станем могучей, цветущей державой, я бы пошел дальше. Я бы десоветизировал все. Я бы, конечно, срезал звезды рубиновые с музолеем. Я бы уничтожил все оборонные заводы, которые построил этот проклятый Советский Союз. Я бы уничтожил все месторождения, которые добывались. Я бы вернул Жириновскому его свечной заводик, чтобы он на этом свечном заводике ставил свечки своим, не за динамышником в ЛДПР. За это пять. Дорогие мои, молодые коллеги из ЛДПР, ну свергните вы его, как свергли в свое время Луи, Луи Заря. Сбросьте. Вот прекрасные претенденты на роль партии. Вы же умные, добрые, свежие. У вас нормальные голоса. Вы не крепите. У вас нет пены у рта. Ну свергните его. Подрывная деятельность товарища Проханова. Вики. Дайте консультацию. Ленинский стиль, да. Я их не говорю, уберите Зюганова. Разлагает окопы ЛДПР. Только ненависть. Да, вот, вот. Нет, я люблю. Ну давайте уберем Жириновского. Ну давайте, нет. Давайте ареструйм. Давайте лучше послушаем моего блестящего коллегу. Вы, Владимир Владимирович, вы моя еда. Вы моя еда. Советские писатели. Я вас ем уже многие годы. Я без вас умру с головой. Вы страшно. Моя трава, которую я ем. Александр Андреевич, ну давайте. Я что вас позвал в эту передачу? Чего вы пришли сюда? Я позвал всех. Чего вы пришли сюда? Всех позвал я. Вам дорог, Ленин, и идите к нему. Я пришел вас поесть, немножко погрызть. Как вы пойдете. Я не в абсолютно это... Я смеюсь над вами. Мы уже провалились. Я смеюсь над вами. Можно продолжить, да? Вы там дети для меня. Можно продолжить, да? Дети из специального интерната коррекционного. Понятно. Чтобы немножко сумасшедшим мозги подправить. Можно я Константину передам слово? Вы что, педагог, что ли? Давайте. Александр Андреевич, при всем уважении. Нет, ну дети. Он говорит, мы для него дети. Это не мои дети. Вы какого года рождения? В интернат для детей, где коррекционное поведение. Александр Андреевич, вы какого года рождения? Да я никогда не рождаю. У вас в голове только одно. Или пидорасы, или педофилы. Коммунисты все такие. У-у-у. Начинает Ленина. Владимир Вольфович, я понял. Все, у вас пидорасия везде. А сейчас педофилия. Спасибо. Это все вы. У вас Ленин в шалаше с Каменевым чем занимался? Архивы, опубликуйте архивы, архивы, архивы. Понятно. Все архивы опубликуйте. Все. Вы же боитесь. Владимир Вольфович. До сих пор все архивы. Вы челчили всех манерам. Архивы Ленина, Сталина закрыты за семью с Каменевым. Закрыты, все опубликуйте. Если все опубликовать, вы с ума сойдете. Какие-то было два мерзавца. Понятно. Два негодяя были. Владимир Вольфович. Вы это увидите, какие негодяи. Давайте дайте еще этому шоку. Хорошо. Русский народ живет все еще в сказке. Кто-то приедет, на какой-то броневик встанет, что-то скажет. Если бы Ленин был честный человек, он бы собрал рабочих виталов и сказал, ребята, я действительно немецкий шпион. У меня задание одно. Вывести Россию из войны. За это мне дали миллионы марок. Но чтобы вывести Россию из войны, я должен захватить власть. Помогите мне. Вот это он должен был сказать. А если я, кто виноват, мы знаем, что делать. Я взял. Дорогие петроградцы. Тогда был Петроград, а не Петербург. Поддержим временное правительство Керенского. Война до победного конца. Все военкоматы. Все идем на западный фронт. На востоке наша армия уже подходит к Стамбулу. Поддержите наши фабрики и заводы. Не устраивайте завастовок. У вас восьмичасовой рабочий день. У вас самая лучшая в Европе социальная страховка, которую хвалил даже американский президент так. У вас каждый год наша царь и время открывают 10 тысяч школ. У нас больше всего студентов 150 тысяч. У нас 100 высших учебных заведений. Мы создали радио, телефон, телевидение, машины. Наши самолеты уже бороздят небо. Не слушайте никаких экстремистов и подстрекателей. Все на поддержку временного правительства. Пьяная матрасня не преподнесла вам в подарок женское платье, которое могло бы вам понадобиться. Не было этого. Ложь. Семин, почитайте историю. Это действительно выдумка. Керинский еще был жив. И журналист Боровик был в Америке. И тот сказал, прекратите лгать. Керинский никогда не одевал никакого женского платья. Он был законным премьер-министром. Действительно, американский консул в Петрограде дал ему автомобиль. Но автомобиль для того, чтобы ехать, встречать русские воинские части, которые готовы были поддержать временное правительство. Я не сомневаюсь, что у американского консула в Москве есть автомобиль для вас. Если бы он успел доехать до этих русских воинских частей, которые маршировали в сторону Петрограда, никакой бы революции не было. Никакого женского платья не было. И везде были командующие, везде были губернаторы, здесь была тайная охранка, везде была полиция. Порядок был в Российской империи. Вы предлагаете вместо октября-февраль. Вот что вы делаете. Вы власовец, Владимир Вольфович. Вы толкаете страну. Оскорбление. За это он в суд пойдет. И вы толкаете страну именно в этом направлении. Власов был в 42-м году. В 42-м и в 44-м году он говорил ровно то же самое, что вы сейчас. И Власову Сталин дал звание генерал-майора генерала-лейтенанта. Сталин очень его уважал. Но когда Власов оказался в плену, он хотел своей ценой своей жизни перейти на сторону врага. Таких предателей было огромное количество. Но из-за того, что был октябрь 17-го, первую неделю Великой Отечественной войны, 3 миллиона советских солдат взялись в плен. 3 миллиона, а не один Власов. Это кто сделал? И вы были бы среди них. Советская власть. Вы были бы среди них. Нет, не надо, Семин, не надо ваши паскудные мысли вешать на других. Я бы никогда не был предателем. Мы обсуждаем Ленина и Сталина. У вас нет аргументов. Вы приходите на меня. Я счастлив, что я для вас затмил и Ленина, и Сталина этих двух негодяй. Не вы один. Говорите обо мне каждый день. Не вы один, конечно. Думайте обо мне. Считайте мои труды. У меня тоже 55 томов. Выснитесь мне. Керенский, выступая в Думе в 16-м году, сказал, я брут, я предатель. Керенский. Вы говорите, что Керенский это ваш герой. Больше ничего. Я сказал так, что он мой герой? Не сказал, что он герой. Вы сказали, что было бы, если в апреле 17-го, когда было законное правительство, было, так право, другого правительства не было. Да, конечно. Я не буду призывать и ты за смутянами. Я сдаюсь, вопросов нет. Я всегда буду за законную власть. Царь за царя. Керенский за Керенский. Путин за Путина. И вы не толкаете нас, чтобы вы каких-то дураков поддерживали. Это страшно. Нет, не могу. Временной правительства. Не могу. Вы поняли, как правительство Порошенко. И там год переворот, и здесь год переворот. У нас время, и мы должны говорить о происходящем. Террорист, убийца и враг государства российского. О как. В какой момент вот эти глисты и черви превратились в ангелов? Вот эта страшная черная кровь вдруг стала эликсиром и святой водой. Как вы появились на свет из этого черного адского черева? Такой очаровательный, милый, восхитительный человек. То есть я Владимиру Ильичу и Крупской обязанности. Я знаю, что вы к Надежде Константиновне и Крупской имеете прямое отношение. Я знаю. Главный этический принцип, ну и религиозный, конечно, но и этический принцип. Не предай своего благодетеля. Даже если благодетель этот оступился. Даже если ты увидел его пьяным и голым, как это было в Ветхом Завете, как дети Ноя увидели Ноя. Не предавай своего благодетеля, потому что этим самым ты нарушаешь изначальную матрицу мироздания. Иуда, Иуда, в итоге повесился. Дайте, Владимир Вольфович говорил, когда у вас был ученик, и даете ответственность. Иуда в итоге повесился, потому что он предал благодетеля. Вы все предаете Советский Союз, который вас вскормил, который вас спас от жизни. Если бы не было Советского Союза или Сталина, вы бы сейчас все говорили по-немецки. Картава, но по-немецки. А господин Жириновский был бы пеплом, который развеяли надо с Квенцовым или Майдаником. Вот я этого не понимаю. Как можно быть таким очаровательным, улыбающимся в таком почти чистой рубашке, как можно предавать благодетелю? Я не понимаю этого. Вам нужди белье не показать, оно тоже чистое. А то вы так все разглядели, а с возможной расстояния. Давайте все-таки к судье. Я ответил, Ленин неповторим. Он не тиражируется, как некоторые люди. Вы хотите такого лидера? Я хочу. Пусть его фамилия не Ленин. Я хочу, чтобы сегодняшняя власть государственная сформулировала концепцию развития России. Вот опять подмена понятия. Мы все этого хотим. Я хочу. Мы все этого хотим. Угомонись. Ну что ты, Еберёна Майк. Угомонись. Я тебе говорю, что Ленин не повторил. А вы хотите, чтобы Александр Первый был сейчас? А вы хотите, чтобы пришел Иван Калита? Я не хочу. Я хочу, чтобы сегодняшняя государственная власть, машина, сформулировала концепцию нашего будущего. Его нет. Я хочу, чтобы наши ресурсы, которые тают на глазах у нас, были сконцентрированы в сильной централистской власти. Я хочу, чтобы эти ресурсы были направлены в развитие. Вот что я хочу. Верните, чтобы Советский Союз. Мощно. Мощно. Вы же защищали Советский Союз. Что вы делали 19 августа? А вы защищали. Я тебе скажу, что я делал 19 августа. Да, что? Ко мне пришли вы с автоматами. Я стоял. Я был... Знаете, кем я был? Я был... Яковлев сказал мне, что я был автором путча. Что где-то день, который мы основали, был штабом путчистов. Ну, вас арестовали? Вас арестовали? Нет. Нет, не арестовали. Меня били насмерть кастетом. Меня не арестовали. Кастетом? Вас ни разу не били. Это вы били бабничества, когда вы изнасиловали в Думе на глазах общества. О, Господи, присаживайся, пожалуйста. С ума сошел. Да, как-то вот факт изнасилования женщин на глазах общества в Госдуме. Ну, есть же фотографии. Ничего не может. Владимир Владимирович, присаживайся. В голове только сексуальная мораль. Каждые пять минут. Раунд завершился. Ну, провален полностью раунд. Секунданты слабые. И они думают, что молодежь будет за них после такого хамского поведения. Чем дальше продолжается наша передача? Если вот пожилые, если у них есть мобильники, они, конечно, за него проголосуют. Им радостно. Ленин хороший. Они же прожили при Ленине, не при Сталине. Конечно. Тем, кому 80-90, им же стыдно понимать, что вся жизнь была под фальшивыми знаменами. Конечно. Бью за Советский Союз. Бью за его лидеров. Бью за нашу победу. Александр Ильич, вам спасибо за то, что вы не только помните, но и вы все делаете, чтобы он вернулся назад, потому что... Они почему бесятся? У Ленина русской крови было 20%. По линии мамы еврейская, шведская, по линии папы калмыцкая и русская. То есть это больше, чем у вас или меньше? У меня 50% чисто русских. Понятно, да, хорошо. Поэтому он в доме... То есть мы начинаем... Мы как у макаки Резуса теперь начинаем вычитывать чистоту крови. Ну в доме, нет. В доме. О русских ничего не говорили. Понятно. Потому что мама предпочитала на немецком разговаривать с своими родственниками, там, Германии. Как и царская... Леонид, не мешайте вести эфир. Это Ленин писал, не я. Давай. Его. Русский человек плохой работник по сравнению с передовыми нациями. Так. Пожалуйста. Это он. Тогда продолжайте. Дальше. Ивашек надо дурить. Без одурачивания Ивашек мы власть не захватим. Так. Нет сомнения, что ничтожный процент советских советизированных рабочих будет тонуть в этом море шавинистической великорусской швали. Как муха в молоке. Мы шваль с вами. Русские все это шваль. Не, ну вы же не шовинист. Ну, так не, ну, даже бы, ну, уже пишет так. Там же сказано, шовинистическая великорусская шваль. А на Россию мне плевать. Так. Русские говнюки. Ленин. Истинно русский человек, великоросс, шовинист, в сущности подлец и насильник. Это что такое? Владимир Владимирович. И письмо Дзержинского вождю. Он пишет, миллион казаков, что делать? Резолюция. Расстрелять всех до одного. Понятно. И никого не стала расстреливать. Керенский тебе не нравится. Владимир Владимирович. Вся Россия ему не нравится. Погоди, погоди, погоди. Это вам плевать было на Россию. Это ваши помощники. Но вы сейчас. Но вы сейчас. Вы сейчас. Демократия, выборы, смена власти, свободная пресса, независимый суд. Я понял. И право говорить. Понятно. При Ленине и Стайне они бы меня повесили. Четвертовали бы. Сомнения нет. Заткнули бы мне глотку. А при царе... Как они заткнули глотку русским попам, заливая туда свинец. Правда. Свинец взрывая глотку русским попам. Было такое. И копили в банжах русских солдат. Было. Было уничтожение страха. Это что? 8 миллионов положили. Жесточайно. Александр Ильич, и поэтому мне вопрос... Варвары. Вот смотрите. Да, Жириновский очень эмоционален. Но ведь это преступление. Вот где этот момент истины? Где этот критерий, Александр Ильич? Я думаю, что... Подождите. Я думаю, что... Владимир Владимирович. Я думаю, что... Владимир Владимирович, дайте... За что его-то убивать? Вы же царя уже посадите и добить. Александр Ильич, забить. И все, семью. Задайте тот же вопрос французам, которые казнили свою королевскую семейство. Не знаю. Страшно. Вот они, слышите. Дайте эфир ему, Калашникову. Этическое отношение нормального человека, скажем, к русской власти, оно связано с непрерывным возмущением, которое вызывает любой русский правитель. Это чудовищное неравенство, которое заложено в человечестве. Эти войны. Это несправедливость. Это континенты, которые умирают и ненавидят. И этот золотой миллиард не пойдет человечеству по этому пути. Либо, повторяю, вот этот вот золотой миллиард будет сбрасывать ненужное ему человечество через бомбы, через войны, через отравления. Либо будет устроено другое общество, другой социум. Сталин Ленина не просто знал, он был рядом с ним и воевал с ним. Он понимал, что Ленин... Ленин ближайшим соратником никогда не был. Это такое преувеличение. Во-первых, большая разница в возрасте. Ленин вообще держал людей на расстоянии. Он его обожал. Он его отравил. В 41-м году... Вы путаете Ленина с Фаней Каплан. Нет, это... В 41-м году Сталин воскликнул в трагическом мире. Это ложь. Каждый царь увеличивал страну. При каждом царе население увеличилось. Экономика, наука. Страна становилась все лучше и лучше, вплоть до Николая Второго. Все огромные достижения были при нем. А начиная Ленин, Сталин и кончая Ельциным, все только в разрушительном формате. В этом весь смысл. Только об этом мечтали. Ведь Прохранов сказал в самом начале. Создал партию единственную в мире и в истории честных для захвата власти. Власть может захватить в любом государстве. Нефть, деньги, оружие, добровольцы со всего мира. Чтобы ислам господствовал. То есть, когда фанатики приходят к власти, это опасно. Это единственный случай в нашей истории. Фанатизм Ленина и Сталина. Оба мечтали только о власти. Больше их ничего не интересовало. Да, Власов предатель. А еще 30 тысяч офицеров Красной Армии. Их за что он расстрелял? Хорошо война. Гитлер, опасность. А 48-й год. Зачем он расстреливает русских, вознесенских, кузнецов? Их за что? Ленинградское дело. Здесь кто мешает? Что, война начнется? Потому что русские вдруг стали голову поднимать. Надо уничтожить какое там бюро ЦК ВКПБ по России. Нет. То есть он все уничтожал. Все уничтожал. Это был самый страшный тиран правитель. Чингисхан. Его легче пережить. И сегодня памятник стоит Чингисхану в Улан-Баторе. Но никогда мы не поставим памятник ни Сталину, ни Ленину. Потому что они были именно... Значит, это уже нет. Они хотели власти. Им наплевать было на... Что это за идея? Всемирная коммунистическая революция. Первые годы. Страна разрушена. Значит, гражданская война. Террор. Деньги. Наши с вами деньги. За рубеж. Содержат коммунистические партии во всем мире. Коминтерн. Миллионы. Миллионы отправляют везде. В списки на стол. Покажите, сколько заплатили всем компартиям мира. Люди голодают. Нет. Поможем. Подожжем. Может быть, получится... Мировая. Это интересовало только это. Революция. Лен плевать на Маркса. Маркс не хотел никакой революции. То есть личная власть... Личная власть через революцию. То есть вот личная власть это зло. 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 Когда человек мечтает... Смотрите. То есть я правильно понимаю, что вы говорите о том, что узурпация власти всегда зло? Зло. Ленин не терпит. Он никого не найдет. Когда исходя из этой логики... Ни одного садака. Почему вы до сих пор не уступили свою должность в ЛДПР молодым? Да. А какая связь? Прямая. Вы не путайте. Ведь узурпация начинается всегда с мелочей. Вы узурпация власти на Олимпе. Но вы узурпировали власть ЛДПР. Это оппозиция. Таких партий полно. Когда в Кремль придем, вот тогда я ее узурпирую. На все времена. Тогда узурпируем. Посмерьте не уду из Кремля. Вы у меня получите выборы. Я вас всех вычищу. Всех коммунистов. Всех вычищу. Семенных этих. Эти учителя истории. Эти Прохановы. Все ваши книги сожжем Прохановы. И посмотрите. Урод. И посмотрите. Когда этот урод замолчит, сейчас я скажу. А, Семенович. Русская история, как я ее вижу, это непрерывная смена русских империй, которые возникают из праха, достигают величайшего цветения, а потом опять рушатся в черную дыру. И в этой черной дыре исчезает русское государство и даже русский народ. Потому что у русского народа, я говорю, четыре религии. Православие, русская природа божественная, русский язык восхитительный, божественный и государство. Я думаю, что самый страшный будет террор, если к власти придете вы. Потому что не найти ни одного человека в политической элите или в журналистском сообществе, которого вы не обещали бы четвертовать, повесить, расстрелять и отправить на целостки. Урод! Телезрители присудили победу... Подождите! Людей уничтожали! Будионы шел в Среднюю Азию! Арженкинзе – Кавказ! Фрунзе шел на Украину! Телезрители присудили победу Владимиру Жириновскому. АПЛОДИСМЕНТЫ